Возьмем квадрат. Все, что на его диагонали и выше, пометим кружочками. Все, что ниже диагонали, крестиками. Ну, например, если 3х3, то у нас получится 3 крестика и 6 кружочков. Изготовим для наглядности одинаковые шарики. Пусть они одинаковые по весу, абсолютно неотвечимые по размеру. Но, вот, отметки на них такие. Мы засунем в мешок, перемешаем. Сначала возьмем один шарик, потом возьмем другой. С какой вероятностью мы выберем 2 разных шарика? То есть, это не будут 2 кружочка, и это не будут 2 крестика. Посчитать очень легко. Общее количество вариантов, это, конечно же, 72. Почему? Потому что всего у нас 9 объектов. 9 штук. Всего 9 объектов. Мы любой из них выбираем. 9 способов. Осталось 8, мы выбираем любой из них. Это 8 способов. Всего 72. Теперь вопрос. А чтобы они были разные, нужно сначала выбрать крестик, потом кружок. Это 3 умножить на 6 вариантов. Или наоборот. Сначала кружок, потом крестик. Это 6 умножить на 3. Так вот, видно, что число 36 в два раза меньше числа 72. Неожиданный ответ. Вероятность равна 1 и 2. Давайте возьмем не 3 на 3, а квадрат n на n. Тогда крестиков будет 1 плюс 2 и так далее плюс n минус 1. Кружочков 1 плюс 2 и так далее плюс n. А всего n квадрат. И если мы выбираем сначала любой предмет, а потом любой из оставшихся, то количество способов вот такое. Сначала любой из n квадратов, а потом любой из оставшихся. Количество способов. А чтобы они не разные, надо или сначала выбрать крестик, потом кружок, или наоборот. Сначала кружок, потом крестик. Вот такой вот способ. Но замените, n минус 1 умножить на n плюс 1, это n квадрат минус 1. Опять вероятность получилась равна 1 и 2. Интересно, а есть ли какие-то другие пары чисел? То есть, если мы возьмем, скажем, не 3 и 6, а 4 и 7 или что-нибудь такое. Вот все-таки квадрат на диагонали, вот диагонали. Очень особая конструкция. Есть ли какие-то примеры пар чисел, кроме вот таких? Оказывается, нет. Чтобы вероятность равнялась 1 и 2, обязательно одно из чисел должно быть представимо в таком виде. То есть, это должны быть соседние треугольные числа. Доказать это очень легко. Смотрите, пусть х крестиков и у кружков. Понятно, что можно переставлять чисто х и у, от этого, по сути, ничего не изменится. Поэтому можно считать, что, например, х меньше или равно у. обозначим разность у минус с буквой n, тогда это какое-то неотфициентное целое число, сумму обозначим буквой s. Что значит, что вероятность равна 1 вторую? Ну вот, как мы там написали, n квадрат умножить на n квадрат минус 1, также сейчас мы должны написать s умножить на s минус 1. Сначала выбираем любой из s предметов, потом любой из оставшихся. Вероятность 1 вторая, значит, есть 1 вторая. А тут x и y, ну я сам написал, 2x и y. Понятно. Теперь, если мы знаем сумму чисел и разность, то легко их вырвать через s, просто сложив крайность или, соответственно, взяв разность. Значит, вместо x можно подставить s минус n пополам, а вместо y – s плюс n пополам. И мы вдруг обнаруживаем, что уравнение, вот эти вот все двойки выбрасываем, записывается вот так. s умножить на s минус 1 – это s квадрат минус n квадрат. То есть s – это n квадрат. Все. Подставляем вот эти формулы, получаем ровно то, что у нас было. Хорошо. Значит, вероятность 1 вторая в точности соответствует ситуации, когда два соседних треугольных числа. А 1 третья. Давайте посмотрим. И неглядную третью. Вот она наша вероятность. 1 третья. s умножить на s минус 1. Вот эти y, x плюс x, y. Опять вместо x подставляем, вместе y подставляем, твойка сокращается, остается здесь. Ну, теперь давайте так. На 3 все умножаем. Здесь получается 3s квадрат минус 3n квадрат. На 2 умножаем, получается 2s квадрат минус 2s. На 2s квадрат можно обе части облегчить. Значит, 2s переносим. Получается вот такое. Единичку прибавляем. Получили уравнение L. L, оно имеет бесконечно много решений. И вот в точности решение уравнения пенеля описывают ситуацию, когда вероятность равна числу 1 третья. Хорошо. А если, давайте, ну, последний пример. Вместо числа 1 третья возьмем 2 третих. Может ли так быть, что здесь будет не число 1 третья, а число 2 третих? Ну, тогда, естественно, здесь будет в 2 раза больше. То есть уравнение запишется так. 4s квадрат минус 4s, это 3s квадрат минус 3n квадрат. Хорошо. Что это такое? s квадрат минус 4s, где-то на 3s квадрат, в меньшей части, плюс 3n квадрат равняется 0. Если мы к обеим частям прибавим число 4, то уравнение приобретет такой вид. s минус 2 в квадрате плюс 3n в квадрате равняется 4. у него есть решение. Причем даже решение, когда n не равно 0. А именно, n равно 1, и s равно 3. n равно 1, s равно 3. тогда что такое x? x это будет разность пополам единица, а y это, соответственно, будет 2. вероятность. Вероятность бывает равна числу 2 третих. Еще один вариант. n равно 1. Тогда s должно равняться 4. Интересно. Интересно. n равняется 1. s равно 4. x равно y равно 2. Вот. А все лучше. А все лучше.